Здравствуйте! В эфире Инсталайф. Мы продолжаем говорить о приемной кампании 2022 года в Казанские федеральные университеты. Сегодня у нас на очереди Институт психологии и образования. И с вашего позволения я представлю тех, кто пришел этот институт представить. А именно Айдар Минемансурович Калимулин, директор Института психологии и образования. Добрый день! Вероника Викторовна Васина, ответственная за приемы Института психологии и образования. Здравствуйте! Здравствуйте! И Алла Александровна Твардовская, заведующая кафедрой дошкольного образования. Вам тоже добрый день! Что ж, я тоже представлюсь. Меня зовут Роман Пленцков, ведущий данного Инсталайфа. И прежде чем мы перейдем к вопросам, которые нам задавали абитуриенты перед приемом в Казанский федеральный университет, как раз таки самая пора. Вот январь уже пора готовиться к этому, чуть-чуть времени осталось. Предлагаю вводное слово от вашего института. Что можете рассказать? Добрый день, дорогие друзья, старшеклассники, их родители. Сейчас, наверное, вы все переживаете не очень простой этап своей жизни, связанный с выбором профессии будущей и будущего высшего учебного заведения, где вы будете эту профессию получать. Это очень сложный вопрос. Не случайно один из опросов показал, что 70% людей не работают по своей первой специальности. Они вынуждены получать вторую специальность уже в дальнейшем, менять свои интересы. И, наверное, это вполне закономерно, потому что в 17-18 лет четко представлять себе, кем ты будешь, как сложится твоя профессиональная карьера, где ты будешь жить, наверное, невозможно. Но, тем не менее, к этому надо стремиться. И практика показывает, что наибольшего успеха в жизни, в профессии добиваются те, кто делает этот выбор правильно, с первого раза, а затем уже наслаивает новые компетенции, знания, новые дипломы на то первое образование и в итоге становится высоко классным специалистом. И в этой связи я хотел бы вам порекомендовать профили и специальности, которые реализуются в Институте психологии и образования Казанского федерального университета. Конечно же, речь прежде всего идет о профессиях педагога и психолога. Если мы говорим о педагогах, это педагоги дошкольного, начального образования, дополнительного образования, социальной педагоги, психологи образования. Мы говорим о психологии, то это общая психология, клиническая психология, это специальная психология, дефектология, в данном случае логопедия и многое-многое другое. Это очень интересные профессии, и не случайно из года в год конкурс среди поступающих в наш институт растет, и по показателям приемной кампании 2021 года средний балл ЕГЭ на бюджетное место составил 80 баллов. Это очень высокие показатели для данного профиля. О чем это говорит? Это о том, что, во-первых, мы привлекательны, а во-вторых, качество образовательного процесса, который у нас на очень высоком уровне, привлекает к нам талантливую молодежь, которые хотят получить интересную профессию. Конечно же, перед вами стоит выбор, какой вуз вы будете выбирать, и, безусловно, те профили и специальности, я говорю клинической психологии, их можно получить в самых разных вузах Российской Федерации. Но у нас, в Казанском Федеральном Университете, есть важные преимущества. Дело в том, что мы являемся единственным вузом с массовой подготовкой педагогов и психологов, который является одним из мировых лидеров в этой области. И в этом году в рейтинге Times Higher Education в предметной области образования мы занимаем позицию в ТОП-125. А если быть более точным, мы 110-е в мире среди 50 тысяч высших учебных заведений, которые функционируют в разных странах. И по этому показателю мы номер один в России, обгоняя ведущие педагогические вузы и даже Московский государственный университет и высшую школу экономики. Конечно же, некоторые говорят, что такое рейтинги, ну, наверное, это очень субъективно, но я бы все-таки, наверное, предостерег их от таких выводов. Дело в том, что международные рейтинги имеют очень жесткие критерии и видимые, оцениваемые показатели, такие как качество образовательного процесса, научные исследования, квалификация преподавателей и исследователей. И вот как раз-таки благодаря этим цифрам, нашим исследованиям, прежде всего, международным контактам, признанию в мире, мы являемся вузом номер один в этой области. А так как мы номер один, соответственно, и образование, которое мы даем, оно котируется не только в России, но, как и показывают последние годы, наши выпускники находят рабочее место и за рубежом. Потому что для любого человека показатель такого высокого места в рейтинге, для работодателя прежде всего, это настоящая визитная карточка. Поэтому я призываю вас при выборе вуза сделать выбор в пользу того высшего учебного заведения, в частности, Института психологии и образования Казанского федерального университета, который не на словах, а своими делами подтверждает свой высокий статус. Спасибо. Ну что ж, перейдем тогда к вопросам, которые нам уже задают. И начнем с первого. Расскажите о направлениях бакалавриата вашего института. Я передаю слово доценту Васиной Веронике Викторовне, которая является ответственным по приему студентов в нашем институте. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, дорогие абитуриенты. Все дело в том, что у нас 9 кафедр, и на каждой кафедре есть направление и бакалавриата, и магистратуры. К тому же на некоторых из них есть еще и специалитет. То есть мы сохранили некоторые направления, где можно учиться по 5 лет. Но, например, даже направление дополнительное образование и английский, там тоже нужно учиться 5 лет. Но там только бакалавриат, а не специалитет, потому что даются две специальности, и учиться приходится за счет этого несколько дольше. Поэтому, прежде чем начинать подготовку к поступлению, наверное, нужно открыть план приема КФУ на сайте КФУ. Найти раздел Института психологии и образования. Почти все факультеты сейчас называются институтами, поэтому не удивляйтесь, что внутри КФУ вы найдете 11-ю страницу, по крайней мере, относительно нашего института. Пролистаете достаточно много интересных других специальностей. И убедитесь в том, что бакалавриат есть почти на всех направлениях, и психология, и педагогики. При этом осенью, когда мы проводили встречу, самый главный был вопрос, что же нужно выбирать для ЕГЭ. И вот здесь как раз важно, что на сегодняшний момент вы уже определились почти все с ЕГЭ. И для всех психологических дисциплин вам обязательно нужна будет биология и русский язык. И уже третий экзамен будет по выбору. И для всех педагогических дисциплин вам нужно будет обязательно общество знания и русский язык, и также один из предметов по выбору. Если вы выбираете математику, то это обязательно не базовая часть, а профиль. То есть для всех высших образований профиль это наиболее важно. Наверное, пока так. Можно дальше по вопросам, либо что-то продолжим. Двигаемся по вопросам. Они как раз-таки продолжают эту тему. Какие результаты ЕГЭ нужны для поступления в ваш институт? Ну вот как раз про эти результаты ЕГЭ мы проговорили. То есть если вы хотите учиться на бюджет, вам нужно иметь точно больше 70 баллов по этим направлениям. А в той таблице вы можете увидеть минимальные баллы. И там будет написано, что биологию нужно не меньше, чем 39 баллов. Русский язык не меньше, чем 40 баллов. Это не для бюджета, это просто для поступления. Сейчас уже даже мы говорим. Математика 39 и больше. Больше всего баллов по обществу знанию. Как раз 45 баллов нужно иметь и выше для того, чтобы поступить. По иностранному языку 30 баллов. И еще у нас в этом году есть некоторые изменения для всех педагогических дисциплин. Не только в институт психологии и образования, но и биологии, физика, химии, если вы будете преподавателями. И если вы поступаете после педагогического колледжа, то есть у вас уже есть базовое, получается, профильное, начальное образование. Вам всем придется сдавать педагогику. И по педагогике тоже нужно набрать не менее, чем 45 баллов. Все программы вступительных испытаний, они тоже на сайте уже вывешены. И после колледжа можно сдавать не ЕГЭ, которое в школе у вас было, а внутренние испытания. Но по программам они очень близки к ЕГЭ. И в принципе они тоже вывешены на сайте. Замечательно. Давайте дальше по вопросам. Сколько бюджетных мест есть у вас на бакалавриате и на каких направлениях? Замечательный вопрос, потому что это вторая интересная новость. В этом году у нас бюджетных мест значительно прибавилось. У нас есть три направления, по которым по 50 бюджетных мест. Это очень большое количество. То есть там будет 2-3 группы набираться. Плюс к ним, потому что будут еще добавлены и контрактные места. Это логопедия, это дошкольное образование, это еще в клинической психологии связанное направление. Но при этом бюджетные места есть и на очном, и на заочном отделении. Но это вот опять нужно прямо досконально, когда себе уже выбираешь все-таки план приема. И на всех остальных тоже, на просто психологии там 13 мест, но на всех остальных по 30, 35, 20, 25 мест. То есть бюджетных мест в этом году много. Я добавлю, что в последние годы, видимо, благодаря нашей растущей репутации и притоку студентов, Министерство науки и высшего образования на протяжении последних двух лет увеличивает бюджетные места для нашего института. И сейчас мы в этом году будем принимать на бюджетную основу по всем профилям и по дневному заочным формам обучения более 700 человек. Это очень большая цифра, это в целом настоящий высшее учебное заведение. Учитывая, что примерно также 700 человек мы принимаем еще на контрактное обучение, то институт представляет собой даже такой небольшой региональный вуз. И учитывая, что баллы тоже очень высокие. Я бы хотел обратить ваше внимание по поводу того, что помимо бакалавриата и специалитета по клинической психологии, одним большим сегментом является магистратура в институте психологии образования. Примерно каждый третий студент в нашем институте это магистрант, обучающийся либо по дневной, либо по заочной форме обучения. И это тоже очень важно не только для тех наших выпускников, которые хотят повысить свой уровень, но и для выпускников других институтов и других университетов и республики, и по Волжье, которые приезжают на наши магистрские программы и продолжают здесь учиться. Тут как раз таки, по-моему, почувствовали, вопросы начали про магистратуру. Хотелось бы подробнее, по углублению про нее узнать. О самой магистратуре в вашем институте. Вот действительно магистратура – это веяние последнего десятилетия, когда у нас появились несколько уровней высшего образования, бакалавриат и магистратура. И когда я общаюсь, например, с знакомыми моего поколения, они не понимают разницу между вот этой уровневой системой подготовки. Говорят, что это очень плохо, бакалавриат нужно отменить и так далее. Я скажу свою точку зрения в том, что я считаю, что наличие бакалавриата в магистратуре – это благо, потому что такая система дает возможность перейти, допустим, получившись по одному профилю, получить вторую специализацию. Например, моя дочь старшая, она завершила обучение на МИХМАТе, она чистый математик, и решила стать педагогом. И магистратуру она прошла уже по педагогике. Причем, сказал мне папа, без педагогики преподавать, она работает в школе, было бы невозможно. И вот таких примеров очень много, когда можно на первое образование либо наслоить, повысить его уровень, либо кардинально. Законодательство позволяет кардинально поменять свой профиль и получить совершенно другую специальность. И вот этим, я думаю, надо пользоваться, потому что популярность магистратуры растет. И если мы говорим о педагогической магистратуре, 80% обучающихся в педагогической магистратуре у нас – это уже работающие учителя. Для них созданы удобные условия для обучения вообще по магистратуре. В основном обучаются студенты вечером, для них созданы условия. У нас даже есть специальная небольшая кухня, где они могут взять с собой пищу, разогреть бутерброды, попить чай. И занимаются они с 5, например, до 9 часов вечера в удобное для них время. И, кроме того, надо понимать, что магистратура – это не ежедневное присутствие в институте. Это, как правило, 2-3-дневный график в неделю, который позволяет совмещать уже работу с обучением. Ну и, кроме того, очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, это, конечно, онлайн-обучение или удаленное обучение. С ним столкнулись все в последние 2 года, и, наверное, каждый почувствовал на себе его плюсы и минусы. Это, во-первых. А, во-вторых, не все вузы и школы, в том числе, оказались к переходу на онлайн-обучение. Хотя жизнь нас заставила это сделать. Вот я бы хотел подчеркнуть, что у нас в Казанском федеральном университете уже на протяжении последних 5 лет шел плавный процесс внедрения различных новых современных форм обучения, в том числе и онлайн-обучения. В нашем институте действуют две великолепные видеостудии, которые не хуже вашей, они профессиональные и позволяют очень просто и легко записывать онлайн-курсы. Вот вчера буквально у нас был с визитом ректор Охшского государственного педагогического университета из Киргизии, который просто был удивлен, и они планируют направить несколько групп студентов и преподавателей для повышения квалификации к нам. И вот здесь я бы хотел отметить, что учиться у нас не только интересно, полезно, но и очень удобно. Это наш принцип, потому что сейчас в современных условиях мы должны предоставить возможность и для бакалавров, и для магистров, и для аспирантов учиться в удобном для них графике. И вот наши онлайн-курсы позволяют это сделать. Мы работаем в системе Microsoft Teams, и практически все курсы преподаваемые, они сопровождаются онлайн-двойниками. Когда вы не можете, например, в буквальное, в формальное время посидеть на ленту, но вы можете это все посмотреть, выполнить задания и получить соответствующие баллы, не только сдать экзамен, но и приобрести знания. Ну и кроме того, наши студенты, старшекурсники и магистранты, они сами участвуют в процессе создания этих онлайн-курсов, они получают новые цифровые компетенции, поэтому за нашими выпускниками большая очередь для того, чтобы они пришли на работу. И вот мы, если позволит ситуация, я анонсирую эту новость, уважаемые слушатели, если позволит ситуация с пандемией, сейчас мы все-таки перестраховываемся, мы хотели это сделать уже в дни зимних каникул школьных, но мы это сделаем, постараемся сделать в дни весенних каникул. Мы, информацию вы сможете найти на нашем сайте, мы приглашаем любого желающего в дни весенних школьных каникул стать студентом, да, по сути, Института психологии образования. То есть, заранее записавшись, вы можете прийти, сидеть вместе с нашими студентами на лекциях, участвовать в занятиях, получать задания и на своем опыте убедиться, как это действительно интересно и продуктивно. Сейчас такая, почему мы хотим такую форму ввести, мы делали ее индивидуально, прежде всего для коллег, для знакомых, и я понял, что это очень интересно, потому, ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да, поэтому мы вас приглашаем, следите за информацией на сайте, и я надеюсь, санитарная эпидемиологическая ситуация нам позволит это сделать. Но тогда нужно анонсировать и программу Магистриум, вот эту Олимпиаду, которую мы запускаем 10 февраля, и с 10 февраля все студенты 3-4-5 курсов, которые собираются поступать в магистратуру, они в этой Олимпиаде будут участвовать, и по ее результатам могут получить тоже и стипендии, и бюджетные места, и к тому же это не только для студентов нашего вуза, это по всей стране запускается, то есть мы и для Тюмени открываемся, и для Новосибирска, и для тех, кто уже закончил когда-то бакалавриат и сейчас готов поступать к нам в магистратуру, тоже вот через эту Олимпиаду. И, в общем, такой тоже интересный формат, то есть 10 февраля все начнется. И в продолжение мы запускаем, сейчас участвуем в программе, как организаторы, это тоже программа для магистрантов, называется Open Doors, открытые двери, когда мы приглашаем магистрантов со всего мира учиться, у нас достаточно много учатся иностранцев, и вот нам оказали такое доверие, мы выступили организаторами этой программы, и уже более 800 иностранных студентов заявилось на эту программу, и мы тоже будем проводить отбор Open Doors. И еще я пользуюсь моментом, обращаясь к слушателям, хочу сказать, мы все-таки работаем не только со выпускниками школ, но мы работаем со взрослыми людьми, те, кто ищет новую профессию, ищет самого себя, особенно много таких людей на психологических программах, у нас их несколько, например, психология семьи, консультативная психология и много-много других, и поступает очень много взрослых людей, да, и поэтому здесь мы тоже вас приглашаем учиться, дело в том, что вы, некоторые из вас, скорее всего, находятся в ситуации поиска профессии, и вот мы реализуем в последние годы такой принцип вернись в профессию, то есть очень много взрослых людей, которые имеют высшее образование, в том числе педагогическое, но не работавшие там по разным причинам в этой сфере, они хотели бы вернуться, потому что у них выросли дети, им интересно, кто-то для своих детей готов учиться, и вот для таких людей мы тоже анонсируем свои программы для того, чтобы вы смогли бы провести ревизию, да, такой апгрейд своих знаний, и далее работать уже либо в школе, либо в учреждениях дополнительного образования, поэтому такие возможности есть, и масса примеров, когда, особенно, по заочным обучениям мы вообще, я молчу, да, потому что там основной... Психологии заочно нет, она очно-заочная, типа вечерней, это тоже нужно иметь в виду, потому что у нас только специальная психология есть заочная, и детская практическая психология есть заочная, а как раз сейчас звонков идет очень много, можно ли просто психологию заочно, так же, как медицинские специальности, сейчас ее заочно не преподают. Ну, я больше адресовал свои слова к потенциальным нашим студентам, которые уже имеют высшее образование, и хотят поступать на магистрские программы, речь идет о них. Там есть. Хорошо, давайте дальше по вопросам пойдем, вернемся от магистратуры к бакалавру. Какой проходной балл был в прошлом году на бюджет? Ну, мы тоже дважды сказали, 70-80, да. Контингент обновился, кто смотрел. У нас очень много профилей, и вот сказать так, сколько было на каждом профиле, это сейчас просто невозможно, да. Но, и опять-таки, год на год не приходится, уважаемые друзья, потому что это все зависит от конкурса, от результатов сдачи ЕГЭ, они тоже плавают, да. Но здесь нужно ориентироваться все-таки на планку, если вы хотите поступать, не менее 70 баллов по за один экзамен, да. Вот это такой средний показатель, который, наверное, будет уточняться. Но средний балл, да, с учетом самых лучших, самых худших, в этом году по институту составил 80 баллов у нас. Проще говоря, вы можете ориентироваться на средний балл, но постарайтесь сделать высший балл. Конечно, конечно. А идем дальше по вопросам, правильно ли я понимаю, что поступая на психолога, можно вместо математики сдавать общество знания? Вот такой вопрос к нам пришел. Можно сдавать биологию русский и общество как третий предмет по выбору. И без математики можно поступить. Хорошо. Следующий. Как попасть к вам на день открытых дверей? Традиционные дни открытых дверей у нас проходят согласно графика, да. То есть мы все это размещаем на сайте. Опять-таки, этот день мы пытаемся провести в последние годы как-то необычно. В этот день выходят многие преподаватели. Они дают такие мини-занятия по каждому профилю для того, чтобы опять-таки наш будущий студент мог почувствовать себя студентом, понять, его ли это. Поэтому график на медведи. И сейчас это тоже в гибридной форме. То есть даже если они не успеют посмотреть, реально приехать на Межлаука-1. Кстати, мы находимся на Булаке на Межлаука-1. То есть если до Канады, если какие-то вопросы, можно подъехать уже что-то уточнять там. В крайнем случае, если они не поддут на очное, мы все ведем тоже в записи, потом это тоже будет транслироваться. Тоже на сайте это легче найти. Но лучше к нам попасть. Потому что когда вы увидите наши условия, наше оснащение, я тоже скажу еще один важный момент, особенно обращаясь к старшеклассникам. Вы знаете, вы должны... Ведь не только все исчерпывается, ограничивается учебой. Вам должно быть комфортно. У вас должно быть социум. И вот здесь наш институт, он выделяется этим, потому что мы готовим наших выпускников работать с людьми. То есть они социально открыты, они коммуникабельны. Они этому... То есть мы этому учим просто. Это дух, который у нас царит. И вот та концепция, которую мы у себя реализуем, она называется «Институт мой дом». И я сам очень поздно ухожу с работы после 9 вечера, и я вижу, что студенты все еще находятся. Они репетируют, они танцуют, они что-то делают. Мы не запрещаем это делать. Они лежат на пуфиках, на диванчиках, которых очень много у нас. И им здесь нравится. Вот это для меня, как для директора, для моих коллег, это очень важно. И вот тот микроклимат, который мы имеем в нашем институте, он является предметом зависти для многих, потому что каждый педагог, который преподает ту или иную дисциплину, он ведь не просто передает знания, он сам носитель вот этой идеологии, этой любви, потому что педагог без любви к детям, это не педагог, поэтому мы стараемся это проявить нашим студентам. Но это же не только образование. Вы правильно сказали, что это и студенческая весна, это очень много спортивных мероприятий. Мы в этот раз победители этой студенческой весны оказались как институтом. Внутри КАФУ это и шашки, и шахматы, и вообще возможностей очень много. Или литература самой библиотеки, в том числе сейчас в облайн-библиотеке, поэтому да, институт открыт всем современным течением. Вопрос еще один прилетает по поводу целевого обучения, есть ли оно в вашем институте? Я? Пожалуйста, могу я. Пожалуйста. Хорошо. Так, согласно существующему положению, 20% от бюджетного приема выделяется на целевое обучение. И мы направили письма, информационные письма в каждый муниципальный район нашей республики, информируя руководителей системы образования о такой возможности. Есть там определенные требования, дать дело в том, что район, направляющий своих будущих учителей, которые будут учиться у нас, даст своих студентов, должен нести определенные обязательства за них. Они не такие большие, да, но тем не менее, вот такие условия они есть. Поэтому здесь такая возможность, она существует. Есть и другая программа в Казанском федеральном университете, это подготовка учителей для полилингвальных школ. Данный проект финансируется нашим регионам, и данные студенты обучаются бесплатно, да, то есть это отдельные группы, они существуют в нескольких институтах, они получают стипендию, которые в пять раз больше обыкновенны, там, порядка 15 тысяч при отличной и хорошей учебе, да, но затем они должны, согласно договору, отработать уже в том районе, который их направил на обучение. Здесь, наверное, надо добавить, что у нас не только педагогическое целевое обучение, у нас и Министерство здравоохранения, потому что психологов, они тоже готовы, как целевиков взять, и юридическую направленность, да, то есть психологи для этой сферы, то есть можно, ну, более широко рассматривать это целевое направление, не только в сферу образования, и при этом там у нас еще есть квоты для инвалидов, для сирот, то есть там тоже есть возможность учиться бесплатно. Хорошо, следующий вопрос. Есть ли возможность поступить в магистратуру на психолога, иностранному гражданину? Есть ли бюджет в таком случае? Бюджета нет в таком случае, но поступить можно. Но можно найти опять, и как целевое, кто за тебя будет платить. Тогда можно будет самому учиться бесплатно, но потом год или два отработать в той организации. Либо по линии РОС сотрудничества. Хорошо. Какой конкурс был в прошлом году на клиническую психологию? Клиническую психологию, это специалитет, обучение там длится в течение пяти с половиной лет. Это иначе говорят, медицинский психолог. Мы открыли несколько лет назад. Причем мы не сделали это огульно, лишь после того, как в КФУ стало активно развиваться медицинское направление, мы поняли, что в содружестве с коллегами-медиками мы сможем обеспечить очень высокий уровень подготовки. В первые годы у нас не было бюджетных мест, потом мы получали 10-12 мест. Но по результатам мониторинговых обследований качества подготовки в нашем ВУЗе мы получили в прошлом году беспрецедентное число мест, по-моему, 49, да? 49 бюджетных мест, это даже больше, чем в некоторых московских и санкт-петербургских вузах. Поэтому возможность поступления, она была облегчена, да? Ну, понятно, что 49 мест, это понизило немного баллы, но незначительно. Средний балл там составил, по-моему, 78, да, по-моему, баллов, да? Ну, я думаю, что, опять-таки, нужно ориентироваться на нижнюю планку в 70 баллов. Хорошо, следующий вопрос. Не могли бы вы рассказать о программе профессиональной переподготовки по направлению психология? Интересует учебный план, сроки обучения, сдача экзаменов, стоимость обучения? Абсолютно все, видимо, интересует. Вы знаете, программами профессиональной переподготовки у нас занимается Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профпереподготовки работников образования, да? Ну, и кроме того, у нас есть научно-образовательный центр в составе нашего института, руководителем Владипова, Н.Ж. Анваровна, который реализует такие программы по мере заказа, да? Поэтому, во-первых, программа, вернее, стоимость обучения, она плавающая, в зависимости от наполняемости групп, это хозрасчетные программы, но в этом отношении все-таки я бы посоветовал пройти обучение через магистровскую программу, что гораздо более, во-первых, фундаментальнее в плане знаний, а во-вторых, это возможность обучаться на бюджетной основе, да? и получить действительно глубокие, более глубокие знания, потому что, если это заочное обучение, это два с половиной года, и это совершенно другая программа. Если человек, задавший этот вопрос, придет к нам на день открытых дверей, или будет принимать участие в онлайн-формате, мы готовы предоставить более полную информацию. Вот, да. И вот коллега у меня еще по, доцент Твардовская, Алла Александровна, заведующая кафедрой дошкольного образования, это тоже очень важно, потому что в республике у нас очень большая нехватка педагогов дошкольного образования. Если вы позволите, несколько слов для этого. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я кратко расскажу о тех программах, которые реализуют кафедры дошкольного образования. Ну, мы все понимаем, что сегодня дошкольное детство это очень важный период, несмотря на то, что он очень короткий и быстро проходит, это тот период, в котором закладываются основные новообразования. Это развивается речь, развиваются когнитивные функции, самое главное, формируется личность ребенка. И в этот период очень важны те взрослые, которые рядом идут. Это родители и непосредственно педагоги. И вот тот объем знаний, которые педагог получает дошкольного образования, мы реализуем в своих бакалаврских программах и продолжаем реализовывать на магистерских. Бакалаврская программа дошкольное образование реализуется 4 года. Великолепные базы практик. Каждая дошкольная организация это кладезь развивающей пространственной среды, методических материалов. С каждой дошкольной организацией города Казани, республики Татарстан мы непосредственно знакомы и готовы предоставить при интересующих студентах возможностях эту базу. высокий уровень научно-методического обеспечения. И самое главное, что многие научные проекты мы реализуем совместно с ведущими крупными научными центрами России, Московским государственным университетом имени Ломоносова. И очень сейчас интересный аспект это вопрос о том, как сопровождать тех детей, которые появляются в дошкольных организациях, но имеют особые возможности здоровья. И не всегда под рукой тот специалист, логопед, дефектолог, который может вовремя оказать поддержку. И воспитатель должен знать об этом. Поэтому мы на базе нашего дошкольного учреждения при Казанском Федеральном университете детский сад для детей с расстройством аутистического спектра также реализуем подготовку наших будущих воспитателей. И магистерские программы, которые на кафедре реализуются, классическая программа, которая реализуется в заочной форме, это управление дошкольным образованием. Это магистерская программа для тех, кто имеет уже базовое дошкольное образование, уже работает в области дошкольного образования, выполняет, например, функции старшего воспитателя, но планирует повысить свои профессиональные компетенции и мечтает быть руководителем дошкольной образовательной организации. Но для этого нужны очень высокие компетенции. Поэтому мы приглашаем заинтересованных на эту программу. Она реализуется два с половиной года и по результатам окончания данной программы вы имеете всевозможные права для того, чтобы стать руководителем разнообразных дошкольных организаций и государственных и частных. И вторая программа, мы ее начали реализовать в этом году, это программа педагогика и психология дошкольного образования, ориентирована на тех абитуриентов, тех магистрантов будущих, кто хотел бы повысить свои компетенции в области дошкольного образования, но, например, имеет базовое образование в области математического образования и другого педагогического образования уровня бакалавриата. Также мы на данной программе реализуем уникальный подход к оценке качества дошкольного образования. И по результатам освоения данной магистерской программы в очной форме обучения специалист, магистрант имеет возможность оценить, насколько качество реализуемых программ и какая эффективность этих программ. Мы приглашаем своих абитуриентов и на день открытых дверей, и задавайте свои вопросы, мы готовы ответить на них сейчас и в последующий период. Спасибо. Вам спасибо за столько подробную презентацию. Еще есть один вопрос, надеюсь, успеем его обговорить. Можно ли будет оформить заявление на поступление онлайн, если хочешь попробовать попасть на бюджет в заочном, но не против оплатить обучение, если не получится? Там многоступенчатая система подачи заявлений, то есть в любом случае сейчас заявления все подаются онлайн, сейчас нужны не ксерокопии, а именно сканы всех документов, поэтому этим сейчас нужно озаботиться. И да, если не получается на очно, подается второе заявление на заочно, если не получается подается второе заявление на вне бюджет, эта вся система очень хорошо продумана в программе Буду студентом КФУ, то есть я абитуриент. Осталось еще сказать, что если они получаются бюджетно, то платно это в районе 140 тысяч в год, а заочно в районе 70 тысяч в год, очень заочно в районе 80 тысяч в год, в зависимости от направления конкретного. вторая часть этого вопроса еще есть. Можно ли оформить несколько заявлений на специальное дефектологическое профиль специальной психологии и профиль логопедии? Заявления подаются сначала в большом количестве. Вы же помните, там написано 5 заявлений на 5 разных направлений, в 5 разных вузов, но на последнем этапе нужно будет подтвердить только одно единственное, потому что оно является аналогом ваших реальных документов и поэтому в конечном итоге поступаешь только куда-то на одно какое-то направление. Хорошо, коллеги, у нас вопросы закончились, предлагаю подытожить наш сегодняшний инсталайд. Наверное, вам, Айдар Мневансуруч. Уважаемые зрители, слушатели, я надеюсь, у вас сложилось первое впечатление о нашем институте. Это вполне закономерно, что вопросы возникнут еще, то есть мы готовы на них ответить. Есть страница и на нашем сайте, где вы можете задавать вопросы, есть телефон приемной комиссии, есть адрес электронной почты на нашем сайте. Обратите внимание, на сайте Казанского федерального университета есть раздел, посвященный институту психологии и образования, там ежедневно обновляются новости, что у нас происходит, что мы делаем, структура кафедр, кто преподает, учебные планы, все это на сайте присутствует. Поэтому для второго этапа я бы вам посоветовал уже более детально познакомиться с нашим институтом, ну а к встрече на дне открытых дверей уже быть более готовыми и, наверное, уточнить последние вопросы, которые вас интересуют. Я желаю вам успешной подготовки к единому государственному, к единым государственным экзаменам, сдать их успешно, ну и сделать правильный выбор, в том числе, наверное, кто-то из вас придет учиться и к нам, чему мы очень будем рады. Спасибо вам за внимание. Ждем вас на Межлаука-1. Я бы хотела еще вдобавок сказать, что несмотря на все сложности жизненных обстоятельств, в которых мы находимся все вместе, важно помнить, что возможность работать с людьми это очень важная ценность и Институт психологии образования этому способствует. Поэтому мы ждем вас как абитуриентов и будущих студентов. Спасибо. Коллеги, большое спасибо за то, что пришли и подробно обо всем рассказали. Надеемся, еще с вами увидимся в рамках Инсталайфа. Это был Инсталайф Института психологии образования. Еще увидимся. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова